Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. В 2016 году я снимал видео по обустройству санузла в дачном доме. И вот сейчас снимаю очередное видео, посвященное этой теме. Пошел уже третий год эксплуатации санузла. И сейчас я расскажу, какие изменения произошли, какие были проблемы. И вообще, как работает сантехника и все оборудование санузла на третьем году эксплуатации. Ну, на третьем сезоне эксплуатации, потому что зимой мы не пользуемся дачей и оборудованием. И на зиму я все консервирую. То есть, сливаю всю воду и оставляю оборудование зимовать без всякой лишней влаги, чтобы ничего не испортилось, не потрескалось от мороза. Ну вот, мы сейчас в санузле. Бойлер включен. Я включаю на 45 градусов. Он поддерживает эту температуру. Здесь у меня система накачки воды и фильтрации. Вот насосная станция. Фильтр. Сеоно-обменный смолой. Угольный фильтр конечный для окончательной очистки. Здесь унитаз. Душевая кабина. Здесь у меня конвектор на 500 ватт. Имеется раковина, полочки. Ну, в общем, все необходимое для того, чтобы санузел полноценно функционировал. С помощью вот этой системы фильтрации, которую я приобрел, вот, фильтр сеонообменной смолой и фильтр угольный за 10 тысяч в 2016 году, я уже третий год пользуюсь и очищаю воду из колодца. Напомню, что я беру воду из колодца. Вода грунтовая, потому что у нас в нашем регионе Ленинградской области отсутствуют водоносные горизонты в нашей местности, в нашем районе. Вот стоят две рюмочки. Одна из них прямо из колодца я взял вот слева, а справа это то, что мы имеем на выходе, то, что поступает в кран. Вы видите, что вода довольно чистая, довольно хорошо очищается. Вот я демонстрирую, как работает кран брак. Все нормально, все работает. Унитаз тоже прекрасно работает. Вот душевая кабина. Пожалуйста. Можно принимать душ без проблем. В общем, сантехника и оборудование работают в нормальном режиме на третьем сезоне эксплуатации. Какие проблемы возникли? Вот проблемы у меня возникли с фильтрацией, да, с фильтрацией воды. Но не с самими фильтрами, как оказалось, и не с самой системой фильтрации, а с тем, что я завозил грунт. Я взял песчано-грунтовую смесь, поднимал и выравнивал участок, и грунт был новый. Вот вы видите, туда я завозил грунт. И в один прекрасный момент, в прошлом году, фильтр, фильтры перестали фильтровать водой. Вода была желтая на выходе, такая же, как и на входе. Я забеспокоился, в чем дело. Стал думать, искать проблему, думал, что все это дело фильтра. Заменил смолу, заменил вот этот основной блок. Заменил картридж в угольном фильтре, но все оказалось напрасно. Дело было не в этом, а дело оказалось в том, что состав почвы изменился, потому что был завезен новый грунт, а воду я беру грунтовую, то есть верховодку, поскольку водоносные горизонты у нас отсутствуют. И, соответственно, тот грунт, который был завезен, он был достаточно грязный. И из-за этого фильтры не справлялись, поэтому я потом уже догадался про это и решил подпереждать зиму, чтобы весенними, так сказать, снегом и весенними талыми водами все прошло, прочистилось, то есть этот грунт был очищен. Ну и, в принципе, в начале сезона я заехал для того, чтобы все включить, для того, чтобы запустить систему водоснабжения и канализации. И, в принципе, вот вы видите результат, что водичка идет на выходе чистая, довольно чистая. Так была решена проблема очистки и фильтрации воды. Еще одна проблема. Вот вы видите, у меня плитка, она потрескалась. Местами плитка настенная пошла трещинами. Это хорошо видно. В деревянном доме, и даже вот она домиком тут стала, деревянный дом дышит, хотя прошло с момента окончания строительства уже 4 года. И вот вы видите, такие трещины образовались на стенах, и это проблема. Причина, по которой вот эти трещины появились, я вижу в том, что все-таки деревянный дом, стены его подвижны, независимо от времени, прошедшего с окончания строительства. Ну и грунт, естественно, влияет, потому что у нас достаточно болотистая местность, хотя дом на винтовых сваях. И еще одна проблема. Мы, когда заканчивали сезон, наверх, в мансардный этаж, наверх, укладывали какие-то вещи, которые мы хотели убрать, спрятать подальше, и загрузили, нагрузили вот эту часть дома, да, как раз, вот этот верхний мансардный этаж. Ну и эта нагрузка, она наверняка повлияла. Вот, что под плиткой, значит, какой материал под плиткой, вот на что укладывалась эта плитка. Значит, на стены, на дерево, то есть на деревянные стены, вот эта стена капитальная, потому что дом пяти стенок, а остальные стены, это перегородки, вот они, перегородки, значит, на стены, я решил уложить ЦСП, цементно-стружечную плиту. Не знаю, почему я это решил, но вот так получилось. На пол тоже ЦСП более толстую, но на полу все нормально. Напольная плитка, керамогранит, он целый, не потрескался. Потрескались только плитки на стене. Вы видите. Вот такое вот безобразие получилось. ЦСП. Ну, на ЦСП затем уже была, была смонтирована, наклеена вот настенная керамическая плитка. Может быть, надо было использовать гипсокартон вместо ЦСП на стенах. Не знаю. Но вот зрители, кто более сведущий в этих делах и вопросах, может быть, они подскажут, как нужно было правильно это сделать, уложить плитку. То есть, какое основание нужно было использовать для того, чтобы плитка настенная не потрескалась в деревянном доме. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, вопросы, комментарии. Будет очень интересно узнать мнение других людей, мнение специалистов, которые сталкивались с этими вопросами. Да, еще раз повторюсь, может быть, надо было не ЦСП, а гипсокартон уложить под плитку. Ну, это вопрос уже обсуждения. Ну, а может быть, в деревянном доме и доме из бруса вообще нельзя применять керамическую плитку на стенах, а следует пользоваться каким-то другим, материалом для отделки стен. Может быть, ну, пишите, пожалуйста, советуйте, давайте ваши замечания и комментарии. Вот такие проблемы возникли на третьем сезоне эксплуатации его санузла в дачном доме. Да, кстати, еще один момент. Значит, вот этот кабинетик, который за 6500 был куплен в 2016 году, он содержит, значит, как колонну, в которой ионообменная смола, то есть, реагент очистительный, и соляной бак, куда заливается соляной раствор, вот сюда, для того, чтобы регенерировать, очищать вот этот вот, вот эту ионообменную смолу. Это обычная таблетированная соль, которая растворяется в воде и заливается вот в этот соляной бак. Вот она, эта соль в таблетках, продается мешками, и, если, допустим, в выходные мы приезжаем и интенсивно пользуемся водой, то, соответственно, такую маленькую колонну или такой маленький кабинет нужно очищать ежедневно, то есть, каждый день, для того, чтобы вода была достаточно хорошего качества для мытья, принятия душа, для мытья посуды и так далее. Итак, когда у меня образовалась проблема с очисткой колодезной воды, я стал думать, как бы мне обеспечить водоснабжение дома и приобрел еврокуб, вот такой куб, да, он вмещает почти тонну воды, и так далее. я купил специальный шланг с обратным клапаном, со всеми необходимыми фитингами и подумал, что если у меня не получится, ну, а быстро это могло не получиться, потому что новая почва, новый анализ воды из колодца и так далее, это могло затянуться, и сезон дачный мог тоже затянуться, открытие дачного сезона, поэтому я подумал, что я буду покупать привозную воду, а это у нас здесь в нашем регионе Ленинградской области недешево, 800-900 рублей вот такой кубик воды стоит купить, сам куб я приобрел за 8500, он с подогревом еще, вот, ну, и я решил, что водоснабжение я буду делать из этого еврокуба, хотя даже тонны воды будет мало, если интенсивно пользоваться водой, в доме, когда 2, 3, 4 человека пользуются одновременно, ну, вот, и я такой куб приобрел, но, к счастью, мне удалось решить проблему с очисткой воды из колодца, ну, это, само собой, решилось природным способом, то есть, зима была снежная, вся эта почва, снегу было много, вся эта новая земля очистилась, талами, водами все прошло, прочистило, и, собственно говоря, мой фильтр, он по-прежнему стал работоспособен, и вот, я подготовил такой фундамент, поставил специальные блоки туда вниз, ну, соответственно, положил геотекстиль, гравий, песок, вот, и поставил, еврокуб, установил таким образом, но ничего, он мне пригодится, я буду делать на основе этого еврокуба, полив, полив сада, полив огорода, поэтому он мне в скором времени пригодится, и, соответственно, я еще купил такой отвод от трубы, то есть, буду брать ее с крыши, вот, с дождевой вот этой трубы. спасибо за внимание и, пожалуйста, пишите ваши комментарии, отзывы, буду очень рад, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok